Технология ошибки, час 10. Несколько лет назад Геннадий Иванович уже обращался к своему бывшему ученику, когда тот был еще прокурором района по довольно щекотливому делу. Старый прокурор пришел со старым приятелем, у которого племянник обвинялся в сбытии наркотиков. На самом деле все выглядело несколько иначе. Опера спровоцировали молодого парня, который остался без работы, с маленьким ребенком и больной матерью, фактически без средств к существованию, а ему предложили легкий заработок в одном месте взять, а в другом в тот же день продать, подпоив для верности водкой. Парень закончил институт и никогда не видел наркотики, не имел друзей наркоманов, не знал злачные места, но опытные сотрудники милиции все грамотно зафиксировали. По закону провокация является обычным и допустимым сегодня способом борьбы с преступностью и помогает существенно поднять показатели. Судью тогда удалось убедить, что помогло приятельские отношения с адвокатом или общение, обещание, что не будет протеста прокурора, но парня осудили условно. Тогда Геннадий Иванович попросил об этом своего бывшего ученика. Тот вроде бы не отказал, но протест подписал. Однако приговор каким-то чудом устоял, а знакомые на радостях забыли рассказать Фролову о протесте. Поэтому старик не знал, что обратившись в единственный раз к своему ученику и выдвиженцу, он столкнулся с казенным безразличием и не смог ничем помочь своим знакомым. Зная это, он бы никогда во второй раз не побеспокоил важного государственного человека. Глава шестая. Чем больше адвокат Маковецкий углублялся в это дело, тем больше он понимал всю несправедливость существующей судебной системы, направленной на то, чтобы карать, а не разбираться, положив на чашу весов все за и против. Весы – это древний символ меры и справедливости, на которых взвешивается добро и зло, поступки, совершенные смертными при жизни. Повязка на глазах Фемиды символизирует беспристрастие, а меч должен отсекать все несправедливые обвинения, подозрения, наговоры, предвзятые отношения и напоминать о возмездии. Такое известное всем изображение Фемиды она получила уже у римлян, заимствующих ее образ у греков. А раньше повязки не было, и вместо меча она держала рог изобилия. К сожалению, справедливость в нашем государстве наступит не скоро, поэтому в Фемиде надо снять повязку, но главное, чтобы меч опускался только на головы преступников и миновал невиновных. За это и выпьем. Вениамин Савельевич лихо опрокинул рюмку французского коньяка и закусил броншилейской колбаской. Старый еврей, отработавший всю жизнь в областном суде, выглядел неплохо для своих 70 лет и, очевидно, соскучился по застолью. Ты, Андрей, наивный человек. Вроде живешь долго и работаешь не первый год. Я так тебе скажу. Никто никому не нужен. Так устроена жизнь. К своим бывшим коллегам я только иногда прихожу за пенсией. Да на посиделки два раза в год. Раньше приходил на конференции, собрания, сейчас бросил. Не осталось у молодежи уважения к старшим. Когда я начинал работать в суде, еще давным-давно, в 80-х годах, все было по-другому. Придет ко мне адвокат, бывший судья, я ему и чай предложу, и покурим вместе. Одно дело делаем. Уважение было, преемственность. А сейчас что? Я тут пошел в суд. Недавно налоговая на меня подала, так какая-то мегера в мантии слова не дала сказать. Я ведь представился, что я судья областного суда в отставке. Я только в областном суде 30 лет отработал, а она мне. Это к делу не относится. Представляешь? Наливай. Андрей разлил грамм по 70 маленькие рюмки и сказал. Ваше здоровье, Мениамин Савельевич. Спасибо, Андрюша, и твое тоже. Здоровье нам всем не помешает. Так вот, продолжил судья в отставке. Слово не дала сказать и взыскала сумму. А я и заплатить его не против расположенного. Но извещение налоги на недвижимость я не получал. А без него оплатить невозможно. Почему мне за это начислили пению? А она мне в ответ, в налоговую идите и разбирайтесь. Написал жалобу в областной суд. Пошел к знакомым, кто еще работает. Так они там друг друга боятся. Как будто я им взятку принес за большое дело. Чаем напоили, а решение так и утвердили. Всем все безразлично. Да уж, не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных. Они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия. Существует на земле предательство и убийство, вздохнул Маковецкий. Забыл, кто это сказал из писателей. Поляк Бруно, Ясинский или Чех Юлиус Фучек. Правильно сказал? Все так и есть. Так что извини, дорогой, рад бы помочь, но никто старика слушать не будет. Маковецкий вспомнил случай десятилетней давности, когда они тоже сидели, выпивали в небольшом кафе. И общезнакомый обращался к старому суде с просьбой за своего племянника, дело которого рассматривалось в одном из районных судов. Тогда Веоним Савельевич прямо при них, не стесняясь, набрал телефон суде и сказал, Наденька, у тебя есть такое дело? Да. Когда рассматриваешь? Сегодня. И что решила? Три года реально? Побойся Бога, моя хорошая. Парень отличный, по глупости попал. Хватит ему условного срока. У вас, старика. Спасибо. Так и решила и судьба человека. За минуту и, возможно, он спас кому-то жизнь. Ведь лучшие люди в колонии не становятся. Адвокат надеялся, что старый судья, услышав историю про подельный диплом, поможет ему довести до руководства областного суда информацию о том, что это может выплыть наружу и стать достоянием общественности, если парня приговорят к реальному сроку. Но его надежды не оправдались. Чем больше он думал о том, как спасти Владимира, тем больше чувствовал свою беспомощность в борьбе с огромной чудовищной машиной, питавшейся человеческими жизнями, которая не знала ни сострадания, ни жалости, ни чувства меры. Лет 10 у одного известного адвоката на столе лежал приговор, которым он пугал клиентам, заставляя их быстрее расставаться с деньгами и не скупиться на адвоката. Так вот, по совокупности наказания, там один парень получил 4 года тюрьмы за кражу велосипеда в несовершеннолетнем возрасте, за который ему отмерили 3 года условно. А потом к этому добавили еще одно преступление века. У соседки в открытом доме, куда он забежал за кошкой, он тайно с корыстным умыслом похитил небольшую сумму денег, предполагая купить несколько бутылок водки. Соседка, заметив пропажу, сразу подняла крик, а мимо проходил участковый, который тут же принял заявление и подсказал бабушке, с которой у парня были хорошие, дружественные, соседские отношения, что надо написать о значительном ущербе ввиду маленькой пенсии. А дальше все произошло как в дурном сне. Сам он был участником одного судебного процесса, где приличного когда-то человека, закончившего медицинский московский институт, судили второй раз за уклонение от уплаты алиментов. И недолго думая, судья, которая тоже алименты получала нерегулярно и в принципе всех мужиков ненавидела, дала ему снова два года лишения свободы, повторив первый приговор с максимальным сроком, несмотря на совершение преступления впервые и незначительность суммы, сломав окончательно судьбу человека. Андрей иногда ненавидел свою профессию. Сколько горе и бед проносится перед глазами, сколько негативных эмоций и раздавленных людских жизней, что страшно за страну и ее будущее. Недавно по телевизору показывали встречу с одним известным писателем, который затронул в своем выступлении больную тему палачей и жертв сталинских репрессий. Так вот, в ответ на требования сыновей и внуков сотрудников НКВД, причастных к массовым расстрелам, заявляющих о том, что необходимо прекратить очернять память их родственников, писатель заметил, что за жертв заступиться некому, так как им не удалось оставить потомство, тогда как их палачи прожили вполне благополученную жизнь и даже получили награды. Есть ли в этом мире справедливость? Возможно ли она? Платон определял справедливость как добродетель правильного отношения к другим людям. Сумма всех добродетелей вообще. Справедливость выше из добродетелей, заявлял Сицерон. Аристотель различал двойную справедливость, распределяющую и уравновешивающую. Одна имеет в виду количественное распределение благ, независимо от конкретных достоинств, а другая принимает в расчет тот факт, что все люди разные и это необходимо учитывать. Марксист-Калининский принцип звучал иначе. От каждого по способностям, каждому по труду. В современном толковом словаре русского языка Ефремовой справедливость – справедливое отношение к кому-либо, чему-либо, без пристрастия. Справедливость можно определить и как один из фундаментальных принципов, регулирующих взаимоотношения между людьми на основе представления о должном, о сущности человека и его правах. Существуют и другие определения справедливости, например, как убеждение в том, что в мире добрые помыслы и дела должны быть вознаграждены, а злые – осуждены, заслуги признаны, а преступления наказаны. Бог каждому воздаст по заслугам, на добро отвечая добром, на зло – злом. Учит еврейская притча. Правосудие узнается потому, что оно присуждает каждому свою. Так звучит полностью фраза из трактата Цицерона «Каждому свое». «Каждому свое» написали немецкие нацисты над входом в лагерь смерти в Бухенвальд. В Библии слово «справедливость» встречается 13 раз. Библейская справедливость связана с праведностью, с исполнением того, что правильно. Люди часто обвиняют Бога в несправедливости, потому что Он являет свою благодать и милость не всем в равной мере. Мы полагаем, что, простив одного, Он должен простить всех. Но Бог не относится ко всем людям одинаково. Павел получил благодать, а Иуда понес суровое наказание, но он его заслуживал. Бог смягчает свое правосудие милостью, но это так доброй воли, Он не обязан делать без разбора. Сложными взаимоотношениями между правосудием и справедливостью можно посвятить не одну диссертацию, но в любом случае правосудие определяет судьбу гражданина в соответствии с его проступками и законом. А справедливость – принцип идеала в обществе, который существует весьма условно. Но мы живем не в идеальном обществе, и право на справедливость, на справедливое правосудие еще предстоит заслужить. Принцип справедливости, закрепленный законодательно, предполагает, что наказания и меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественно опасного деяния, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Но кто определит это? Где взять такого уникального человека в нашем далеко не совершенном мире, кто безоговорочно примет свое наказание как должное, если мы и Господом Богом бываем недовольны? Бог не может быть несправедлив, в основе его справедливости святость, а мирила высшей справедливости – это Божья воля. Именно она и является эталоном беспристрастия. Бог справедлив, потому что он наказывает грешников по закону, где нет закона, нет и преступления. Благоразумный разбойник, вися на Голгофе рядом с Христом, высказывает мысль второму разбойнику, тоже распятому, но озлобленному. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по нашим делам приняли, а он, Христос, ничего худого не сделал. Бог может наказать нас строже за поступки, но проявляет милость, а человек часто злоупотребляет своим правом судить и наказывать, хотя может при этом и верить в Бога, ходить в церковь, читать Библию, красить яйца на Пасху и регулярно поститься. Маковецкий вспомнил, как его знакомая из областного суда в сердцах заявила, что молодые судьи иногда проявляют непонятную жестокость, отправляя за решетку впервые осужденных за незначительные преступления. Что стоит за этим? Желание показать свою власть над себе подобными или же попытка восстановить справедливость, которая, по мнению отдельного конкретного человека, пусть облаченного в мантию, нарушена в данном случае. Наказание, предусмотренное статьей, по которому судят Владимира, предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Минимальный предел не установлен, то есть на усмотрение судей парень может провести за решеткой 3, 5 или 10 лет в зависимости от обстоятельства дела, позиции прокурора и представителя потерпевшего, смягчающих и отягчающих обстоятельств и много другого, что остается за кадром даже для участников процесса. Мы никогда не узнаем, что в конечном итоге повлияло на наказание в большей степени. Общественная опасность совершенного преступления или субъективное восприятие его конкретным человеком, судьей. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...